В конце тоннеля вижу свет. Шлю вам космический привет. Срань господня, да я же Пушкин. Ай да я, ай да сукин сын. Ладно, хватит, что это мы все обо мне, да обо мне. Давайте поговорим, ну, например, о марсианских редисках-людоедах. А что, очень актуальная тема. Правда, в психбольнице номер 8. Ну, можно и поболтать, в духе чистого бреда. Эти редиски, кстати, не только людей жрут. Да-да, мой надежный проверенный источник, сосед дядя Петя-шизофреник, ну, на днях рассказал мне, что именно они, вышеупомянутые овощи, создают приложение ВКонтакте, на которое я, собственно, и делаю обзоры. В свете этих новостей, мне многое становится понятно. Ну, например, мое желание застрелиться, повеситься, отравиться, откусить себе мизинец на правой ноге и многие другие суицидальные мысли во время игры в некоторые приложения. В общем, как говорит мой любимый политик, хватит это терпеть. Необходимо создать фронт по освобождению контакта от марсианских редисок-людоедов. Кто со мной? Плюсим это видео и отправляем друзьям. О проблеме должны знать все. Бля, наверное, не надо было записывать обзор, когда за окном горит поле конопли. Ладно, кажись попустило. Че там за игра? Ага, вспомнил. Приложение называется «Правило войны», создано мирными марсианскими редисками, как тренажер для космических захватчиков. Нас встречает, не побоюсь этого слова, шикарная загрузка с сисястой космической тёлкой. Ну а как же без сисек в космосе-то? За что держаться, если, ну, например, будет уносить в открытый космос? Вот-вот. Так что сиськи здесь просто вещь первой необходимости. Загружается довольно быстро, за что ставлю жирный толстый плюс. А то закумарили уже загрузки по 100-500 лет. Бля, музыка налетела на меня неожиданно из наушников. Я чуть не обосрался, но обошлось. После затяжной войны Единая Мировая Империя распалась на тысячи секторов, которые сражаются за ресурсы и власть. Ты — лидер одного из них. И в твоих руках уникальная возможность создать новую империю, объединившись с друзьями и покорив врагов. Новый мировой порядок будет создан по твоим правилам. Правилам войны. Чувак, ты настолько пафосно эпичен, что, наверное, забыл выйти из сортира, когда озвучивал эту игру. Респект тебе, конечно, что мне не приходится читать всю эту хрень. Но сколько ж можно тужиться? Даже я так не могу. Хотя у меня годы практики. Ладно, завязывай. Че тут вообще делать-то надо? Говори. Ты был талантливым студентом в Академии и подавал большие надежды. Теперь пришло время перейти от теории к практике. Внимательно следуй моим инструкциям. Только так ты разберешься во всем как следует и накажешь, кого попало. Выступаем вечером на рассвете. Короче, я так понимаю, это наша база. А это что за громадные страшные влагалища наверху? Кошмар. О, еще один жирный плюс этой игрушки. Она разворачивается на полный экран. Ахуеть. Можно и забыть, что это просто приложение ВКонтакте. И поиграть нормально. Короче, теперь мы выполняем задания этого чувака с бесконечным кишечником. А они состоят в следующем. Людям негде жить, постройте жилище. Людям негде воевать, постройте плацдарм. Людям негде срать, постройте сортир. Людям негде трахаться, постройте траходром. И так далее. За выполнение этих заданий, естественно, дается награда. Но, честное слово, эта обучаловка уже затянулась и подзаебала. И я хочу уже как-то сам поиграть. Но, все равно, мне пришлось терпеть эту хрень и строить, строить, строить. Меня прикольнул плацдарм, где можно расставлять свои войска. Реально вспомнилось детство и игрушечные солдатики, которыми я воевал. Запускал с парашютом из окна, спускал в унитаз, целые экспедиции исследователей подводных глубин. Да, было время. А уровни тут летят как бешеные. За одну только стройку я получил 12 уровней. Вспомним прошлый обзор. Кто молодец? Я молодец. Кто построил херову кучу этих гребаных зданий и выжил? Я. Кто молодец? Я молодец. Кстати, в конце видео я выложу вам нарезку фраз этого командира Долгосракса. В некоторых местах он просто жжет. В общем, я поиграл еще денька два. Строил, 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 строил. Улучшал, 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 улучшал. Пришлось немного уплотнить здание. А то место вообще фигулино. А строить надо до хера. Вот так вот выглядит сейчас мой сектор. Денег хватило только на кусок защитной стены. Поэтому надо будет предупредить всех моих врагов, чтобы они нападали только с этой стороны. Вы спросите меня, почему я так долго играл в это приложение? Я отвечу. Внешне мне здесь все понравилось. Графика, озвучка, идея. Даже сама эта гребанная постройка. В общем, разрабы постарались хорошо. Но я ждал самого главного. Я хотел посмотреть, как выглядит здесь, собственно, битва. Я копил войска, строил новые юниты. И, наконец, думаю, что готов уже выступить против хоть какого-нибудь слабого игрока. Вот она, моя супер-мега-пупер армия. Идем на карту и смотрим, кого тут можно отпиздить без вреда для собственного здоровья. Нападать на игроков ниже девятого левела нельзя. Иначе посадят за растление малолетних. И это усложняет задачу. Хотя, нихера подобного. Прямо рядом со мной находится сектор какой-то бабы. Как раз девятого уровня. А это значит, что ей жопа пришла. Точнее, идет жопа в моем лице. Бля. Жопа в моем лице. Не надо представлять эту картину. Особенно перед сном. Так, жмакаем кнопку оккупировать. И выбираем войска для нападения. Я выберу всех. Ну, не то, чтобы я был не уверен в своих силах. Просто нефиг кому-то отлынивать, если товарищи пиздятся. Так, началась какая-то загрузка. Три минуты. Это типа наши войска добираются до базы противника. Ну что ж, подождем. Я, наверное, промотаю. А то ждать три минуты вам, скорее всего, в лом. Как и мне, но я-то с этим ничего не поделаю. И вот, наконец-то, настал час пик. Осталось всего пара секунд после утомительной вечности. И мы вступим в битву, которую я так ждал. Три, два, один. Бля. Че за хуйня? Где бой? Где кровопролитная лазерная битва? Это что вообще? Че за победа? Нахер мне эта победа, если даже боя не было? Что это за разводняк? Что это за фаршированный пиздец? И этого я ждал все эти дни? Этого? Я худею. Это просто самое мое большое разочарование за все время моей обзорности. Я ждал что-то типа, ну, вот этого. А в итоге получил эту гребаную загрузку. А я еще было подумал, что приложения ВКонтакте наконец-то начали эволюционировать. Но нет, меня снова наебали. Купился как дурак на красивую упаковку. Ладно, в общем, приложение неплохое, если б не эта хрень с недоделанной битвой. Ну, а как строительная стратежка, то вполне прокатит. Но лично я все равно разочарован. Поэтому с этим обзором пора заканчивать. Итог я вроде подвел. Всем хорошего чего-то там. С вами был Кот Баюн. Пока. Разуй глаза на ширину плеч. Хватит тянуть резину в долгий ящик, иначе это чревато боком. В любое время дня и суток дают слово на отсечение. Построй склад, чтобы твоему завхозу было где жить. Двадцать раз попробуешь, на семьдесят первый получится. Тема очень сложная. Напрягите у кого что есть. Пруглое неси, квадратное кати. До тебя дошло. Продолжение следует.